Все, кто себя считают типа качками, типа такими коренастыми, у вас тело говном забито. Я уже скидывал фотографии массаев. Вот видели, как люди выглядят? Вот так вы и должны выглядеть, если вы не занимаетесь спортом. А даже если занимаетесь, настоящее чистое мышечное волокно, еще раз, если вы жопу рвете, 200 грамм в месяц мясо на раститель. 200 грамм это, я не знаю, блядь, телефон, по-моему, 150 висит. Вот столько мяса вы добавите за месяц себе, распределите его по всему телу. Да нисколько, по сути, не поменяется. Когда вы качаетесь и быстро увеличиваетесь в объемах, тело понимает, что вам нужен гликоген, когда есть физнагрузки, и делает его более интенсивные запасы. И вы надуваетесь за счет гликогена, это раз. А углеводы, они тянут на себя воду, если я не ошибаюсь, на одну молекулу углевода, там, вот этого гликогена. По-моему, надо 5 молекул воды. И когда вы начинаете ходить на турнике, и уже через неделю, типа, такой здоровенький стали, вы просто себя забили сахаром и водой. Вы не накачались себе. Просто вы телу дали понять, мне нужна энергия, я спортом занимаюсь. Стали более высокие запасы гликогена в мышцах, и больше вода стала задерживаться. Вот и все. Поэтому не теряется масса. Вы такой и были всегда. Только у вас был гликоген, была вода, слизью вы нахрен весь забиты, просто в хлам, жиром забиты. Сколько там, ну, слизь, собственно, есть, это переваренная еда, там, и крахмалы, там, и белки, там, и жиры могут быть, то есть, лимфа вся раздутая, и плюс вода задержанная. Поэтому все, я тебе говорю, все люди, которые сидят, вот если в бархитере взять, убрать из них всё говно, здесь все дрищи. И это нормальное состояние, но такие люди и есть. Вспомните фильм «Аватар». Вспомните «Аватар» с синими человечками? Как они выглядели? Так вот и ты такой же есть. Это ты настоящий. Если ты профессионально буддебилдингом занимаешься, то уже другой разговор. Но ты всё равно, ты не будешь, это надо годами заниматься, чтобы иметь более-менее атлетичное целосложение. Вот фильм «Аватар» — это вот такие люди и есть. А вот то, что вы вокруг видите вот этих жирных долбоёбов, это они жирные, ты не худой, ты нормальный. Ты по природе, ты такой, какой и есть. А вот это просто бочки с говном ходят. И вы поймите, что опять же, когда мы вот на этих типах диетах худеем, хотя на самом деле мы приходим просто к оптимальному своему состоянию, это же не только про здоровье, это и про психологическую терапию. Многие мужчины живут с комплексами, у меня тоже эта залупа была, я наконец-то от неё избавился. Я сейчас худую, у меня просто нет времени на спорт, и мне плевать. Вот зачем мне, какой смысл тратить время? Вот я в этом плане раньше Евгения Понасенкова слушал, я согласен. Вы представьте, идти в зал по два часа в день, тратить на тягание железа. Зачем кто-то скажет, чтобы за себя постоять? Какова вероятность того, что в этой жизни когда-нибудь хотя бы раз приключится ситуация, что тебе придётся с кем-то подраться? Если ты не долбоёб, если ты не быдло, ты где с этим соприкоснёшься? Ну, не надо просто жить в тех местах, где высоковероятность этого, я имею в виду в каком-нибудь Южном Бутово, или я хер пойми, где ещё. Если ты человек разумный, ты живёшь в нормальном районе, тебе зачем ходить на единоборство или в качалку только ради того, чтобы уметь за себя постоять, при том условии, что это потребуется в одном случае из 10 миллионов. А ты на это тратишь колоссальный ресурс свой, как временный, так и всех прочих моментов. Поэтому, если тебе нравится, если это твоё предназначение, тебе по душе окей, никаких проблем. Но прикол в том, что большинство парней входят в качалку не для себя. Им это не нравится, мне всю жизнь это не нравилось, я тебя заставлял этой хуетой заниматься. Только уж, типа, чтобы быть сильным, типа, чтобы выглядеть прикольно. А на самом-то деле, блин, ну, реально нет времени на эти вещи. Я поспать-то нормально не успеваю. Идти в качалку? Да нахрена! Когда ты реально занимаешься жизнью, у тебя нет времени на эту херню. И поэтому, когда мы переходим на эти диеты, и ты становишься худым, и ты живёшь какое-то количество месяцев, будучи дрещом, у тебя вот это говно из головы уходит. И потом, если ты захочешь снова массу вернуть, окей, но ты уже будешь её возвращать холодным разумом. Не из-за вот этих детских комплексов, не из-за каких-то общественных навязанных стереотипов, а потому что тебе самому хочется. Тебе самому, например, хочется быть большим и сильным, никаких проблем, иди на здоровье. Но большинство, оно просто ему некомфортно. Ты вот дрещь, и ты ходишь, ты стесняешься, ты смущаешься. Ой, что там девочки подумают? Ой, и там что пацаны подумают? Я же всех дрещу, гам. Да хер им нарыво. Какая разница, почему они подумают? И вот я безумно счастлив, что от этого говна освободился. Я сейчас куду, и никак по этому поводу не парюсь. Мне насрать. Мне комфортно. Ну, у меня телосложение, оно атлетичное, но оно худощавое, как из «Аватара» из фильма. И мне зашибись. То есть, ну, вот и все. Поэтому тоже пройди через это, побудь там полгода, год трещом. И потом, если ты поймешь, что тебе все-таки надо качаться, окей, иди. Ты должен чем-нибудь быть чистым, у тебя синтез белков будет сумасшедший. Ты накачаешься очень легко. А ну ты просто себе задашь вопрос, а я нахера это делаю, это мне надо? Или я это делаю из-за вот этих вот модных журналов и прочей всякой херни? Надоело смотреть короткие нарезки? Подписывайся на закрытый канал и получи полную информацию по оздоровлению, тем более что стоит это копейки, по сравнению с тем, сколько пользы ты оттуда извлечешь.